Сейчас. Дрифтеры едут на покатуху или с покатухи. Вот он, наверное, не он. А ну смотри. На Лафете серьезная машина. Кто-то своим ходом может. Это опасное место. Они просто стоят. Так, друзья, первый раз вижу X7 BMW. Где его можно увидеть? Только на правительственной. Мы опять движемся в том же, все в том же направлении, как обычно. Это товарищ мой название придумал. Какой-то подходит к нему. А у него Мерседес купе был. 216 кузов. И какой-то подходит полубомжик и спрашивает, это правительственная машина? Он, да, правительственная, говорит. После этого эту трассу мы называем правительственной. Не, ну действительно, чего? Все тут живут. Янукович только с другой стороны жил. Он другим путем пошел, да. Причем жил дальше от Ростова. То есть отсюда же к Ростову ближе. Он как-то дальше, потом сразу в Ростов, на юг. Ну там он на севере жил у нас, получается. Подался на юг. Вот эти легендарные места. Точнее, путь к легендарным местам. Блин, хоть бы на три шип на этот не наехать нигде. Уже страшно, да? Эти, как их диверсанты разбросали. Тут я парканулся. Одинокий газик остался ждать Макса с Витей. Вот где-то там метров триста впереди. А вот тут стоял Бородач. В общем, есть... Опять, да? Кто-то. А вот тут стоял одинокий газик. Где-то здесь его оставили. Одинокий газик. Потом колеса хватило, заклеено. Ну строят, строят тут. Новые коттеджные. Ну так сколько людей. И корабельная сосна. И сколько людей же ж добавилось. И там это. И баба-да-баба-да. И те, кто про сосну говорили. Все добавилось тут сейчас. Где-то стройка, где у нас тут не проехали мы сейчас. Тут новый мост. Свежий ландшафтный там дизайн. Планируется. В общем, беднелюдый. Вон, вон, вон. Краны. Смотри, тут в общем идет движ. О, там уже что-то поменялось. Сейчас посмотрим. Мы тут ездим регулярно. Я думаю... О, забор, забор, забор. Да, свежий. Смотри, новый какой еще. Торчит с запасом, чтобы можно повысить было его. Видишь? Тут старый. Это было отгорожено. Да, там краны работают. Я думаю, в ближайшее... В ближайшее... К следующему лету мы тут увидим совершенно другой ландшафтный дизайн и все остальное. А пока еще песочек. Ну, уже висит реклама ковки. Да. Копаются свежие каналы. Не, ну слуги же не могут жить, где попало. Ты что? Ну, это ж надо людям... Корабельная сосна. Она тоже же должна жить по-человечески. Там, если присмотреться, думаю, колышки вбиты уже. Подписана корабельная сосна. Бабада-бабада. Все там есть. Ой, блин, это жесть, конечно. Как разрывают эту страну. Какая она крепкая. Какая она крепкая. С каким запасом. Какие терпеливые люди. В Европе, да, там что-то где-то чуть подымут. Какие-то минимальные добавления налогов. Или урезания каких-то прав. Люди выходят, что-то жгут. В общем, у нас... У нас... Да, ну у нас революция. Ну, там немножко... Только потом... Другая ситуация. Да, потом должны сжигать еще сильнее, чем до революции. Вот это Q... Q8 пролетела навстречу. Та, что ночью тут, наверное, 200 он, наверное, летел. Я бородачу в телефон, кричу. Смотрите, там сумасшедшие. Они остановились, я чуть впереди был. Это по возвращению с последней... Ну, газик, колесо спустило. И летит он навстречу. Ну, реально. Ну, 150 железных. Вот по вот этой узкой дорожке. Просто безбашенные люди. Так, смотрите. А это слуги 2, когда придут. Это у них еще свободненько здесь. Даже забора нету. Да, вот так вот и живем. Вот так вот и живем. Ну, ничего. Как Саакашвили это сделал, я не знаю. Что-то я смотрел, какой-то фильмец такой рекламный про него. Ну, не рекламный, а просто рассказывает он, что, как. Как хотелось бы, как надо сделать. Там какие-то планы грандиозные просто по нашей стране конкретно. Ну, и показывали нарезку Сухуми или Батуми. Я все время путаю. Не важно. Сухуми. Сухуми не там, да. В Батуми. Показывали. Просто то, что он сделал. Ну, просто какие-то Эмираты реально. Вот смотришь, вообще жесть. Ну, не жесть, а просто нереалово какое-то. Да. Тут все заборы, заборы, заборы. Мы уже... Да, или-то люди заморочились. Ну, вот. Как один из предполагаемых вариантов, кто набросал. Ну, хотя, ну, какое людям? Ну, вот у них тут своя территория отгорожена. Мы катались на расстоянии. Ну, я думаю, какие-то там лесники, егеря. Не знаю, есть они тут или нет. Не, ну, кто-то есть, наверное. Я думаю, да, что все-таки кто-то там увидел, что мы катались. Ну, может, не понравилось. Не знаю. Вряд ли, конечно, какие-то люди заказывали. Потому что мы все равно от них достаточно далеко были. Какими-то там звуками и чем-то еще помешать вряд ли могли. Может, пару, 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 пару кустов переехали. Вот это место, видите? Мы катались. Ну, камеру показывал, что я снимаю. Но он в очках был, его не видно. Давай фары выключим. В общем, да. Да, так что такие вот приключения. Сегодня просто отдых. Приятно, что не застроено. Слышим, Мега УАЗ вот по вот этому едет. Вот сейчас, слышите, какая вибрация. Даже не на спущенных колесах. И нет вообще никакой вибрации. Шины проглатывают. Даже при давлении там единица, грубо говоря. Это для тех шин очень большое давление. Но нет никакого дискомфорта. Вот тут L200 эвакуатора. Какая-то туча висит. Блин. Опять Танзанию вспомнил, когда по этой дороге еду все время. Я не знаю. Ну, немногие, я думаю, смотрели на мою Танзанию. Нашу, точнее, с Вовой, с Серегой, с Андрюхой, с Юлей. Посмотрите, там есть плейлист 49 серий. Немного. Все как есть. Это не смонтировано все почти в реальном времени. Там почти ничего не удалялось. Все как было напрямую. Такое мало где увидишь. И вот там вот один в один дорога. Ну, похоже. Там она другого цвета чуть-чуть. Но именно грейдер такой неровный. И мы спешили к открытию парка. Мы там все время спешили, в принципе, с Вовой. Всегда надо все делать быстро ехать. Ну, ехать особенно, когда дорога неровная. По ровной он не любит быстро ехать. Ну, вот такая точно. Один в один. И получается, когда уже едешь где-то 70, вот по такой дороге, а на перелетаешь вот эту гребенку, и не так вроде вибрация. Но временами теряется рулевое управление. То есть ты оказываешься просто в воздухе. Спешили мы в парк. А навстречу ехала Тойота. Там на одном из видео даже заставка. Я, кстати, это видео в сообществе выброшу. Чтобы посмотрите. Это вообще видео. Я это фото выброшу. Ну, и видео, соответственно. Едет навстречу 80 к Тойота. По этой же, вот по такой примерно дороге. Еще местами еще хуже. С такой приличной скоростью. Там 50-60, наверное, не меньше. Коза на крыше. Ну, не помню, на этой Тойоте или нет. На какой-то... Коз возят регулярно. Они там или овца, или коза. Коза на крыше, да. А чувак сидит на капоте, на ящике из-под Кока-Колы. Вот он на капоте просто сидит. И, ну, там полная машина людей. На крыше полная, на верхнем багажнике куча людей. И он на верхний багажник не поместился. Он просто сидит на ящике из-под Кока-Колы на капоте. Это просто шок. И я успел сфотографировать. На ходу. Мы... Да, или мы стояли в тот момент что-то. Мы, я не помню, что-то остановились ненадолго. Потому что на ходу, наверное, бы я не поймал. Этот кадр. Да, у нас, конечно, в Танзании природа по-своему прекрасна. Ну, такой зелени нету. Ну, весной, наверное, или когда сезон дождей. Мы, когда были, все было такое. Ну, зеленое, но вот такой растительности, лугов таких нет. Так вот и живем, в общем, друзья. Подписывайтесь на канал. Поддерживайте. Вот эта яма, которая Макс Бородачом. Вот такая она была глубокая. Заросла. Это кто-то высыпал мусор. Это не наше. Кто-то высыпал мусор вот там дальше. И я думаю, мы сначала подумали, что перекапывают. Может, что-то строить будут. Потом, думаем, нелогично, как возить. Кто-то высыпал мусор и перекопали. Видно, чтобы не могли грузовиками завозить сюда. Строительный мусор. Дебилы. Так, ладно, подписываемся, делимся, поддерживаем канал. Пишем комментарии. Всем пока, друзья. До встречи.